Библейский портал экзегет.ру представляет Испытка это пересказать своими словами, только портит этот текст, да? О горе, как потускнело золото, червонное злато поблекло, Жемчужины святые разбросаны на перекрестках улиц, Вообще-то серебро, золото и прочие драгоценности украли, наверное, Когда разрушали город, не в этом дело, не в драгоценностях. О сыны, драгоценные сионы, на вес золота они были, Теперь цена им горшок из глины, гончара поделка, о горе. То есть это вот те, кто жили в Иерусалиме, сыны Сиона. Сион это холм, на котором стоит храм, и, соответственно, Сыны Сиона, жители Иерусалима, и теперь цена на них резко упала. Там же завоеватели, а с ними работорговцы, они продают этих сынов Сиона, А раз большое предложение, то и цена падает. Но не только в этом дело, а просто город-то, когда был таким ценным, прекрасным, А теперь все рухнуло, теперь все очень плохо, и дальше такой необычный образ. И шакалы сосцы дают щенкам, молоком их кормят, А дочь у народа моего жестока, как страус в пустыне. Почему она жестока, как страус? Страус бросает яйца, ну, есть такое в Библии, по крайней мере, представление, Что страус, отложив яйца, их оставляет. Я не знаток орнитологии, правда или нет, не знаю. Почему же эта дочь Сиона жестока? Она бы дала, да ей нечего дать своим детям. Запеклись у младенцев губы, пересохла от жажды в горле, Бросит ребенок хлеба, никто не дает ни крошки. Кто наслаждался пирами, теперь на улице всего лишился. Кто с детства одет был в пурпур, в отбросах роется. Пурпур – ткань багряного цвета, особо ценная, Из моллюсков добывают эту краску, очень дорого стоила. О, народ мой, кара твоя тяжелее, чем наказание Содому. Пал он в одно мгновение, не от рук человека. Содом – город, который разрушен был огнем и, собственно, дождем из огня и серы. Вот было им проще, они сразу все умерли. А вот мы тут мучаемся, дети у нас умирают от голода и жажды. «Были юноши твои, светлее снега, молока белее, Тела их аллея кораллов были, сияли они, как сапфиры. Теперь прочернели они, как уголь, встретишь, чих не узнаешь, Кости обтянуты кожей, словно кора огрубевшей. Смерть от меча лучше, чем смерть от голода. Когда нет урожая в поле, и дух испускают в мучениях. «Матери нежные, сами детей своих варят, стали младенцы пищей, мой народ гибнет». Вот вновь и вновь он перечисляет эти страшные вещи, действительно, вполне правдоподобное описание осады. И в прошлой главе он спорил с Богом, с самим собой спорил, потом это приходило все-таки к какому-то покаянию, к тому, что да, все так, но это за наши грехи. А здесь он уже к этому без споров переходит. Вот пройдена острая стадия в третьей главе, а в четвертой главе осмысление продолжается. Господь преисполнен гневом, ярость его не стихает. Разжег он пожарно, сегодня дотла его выжег. Не думали цари земные и властители мира, что войдет неприятель лютый во врата Иерусалима? Вот расплата за грех пророков, за преступления священников, проливали они в Иерусалиме кровь праведных. Как слепцы по улицам ныне бродят, замараны кровью, даже коснуться никто не смеет их одежды. Да, до этого они были уважаемые люди, пророки-священники и занимали особое положение, а теперь их презирают, вот никто не хочет даже прикасаться к ним. Кричат им, прочь, нечистый, идите, не прикасайтесь. Говорят о них народы, бродяги жалкие, не жить им больше. Сам Господь сделал их беглецами, больше на них не посмотрят. Священники нынче в презрении, нет пощады старцам. И вот смотрите, здесь все ужасно, и младенцы гибнут, и вот эти, уважаемые люди, представители духовенства, говоря сегодняшним языком, они в презрении, но причин-то тоже названо. И понятно, куда все это, откуда это все взялось, и куда может прийти. А мы все глаза проглядели, на помощь наделись чьи-то, с башен смотровых смотрели, ждали народ, что не мог спасти нас. Видимо, намек на египтян, которых пытался царь Седыке призвать на помощь. Ну, что это? Вот иудеи, что она Египту? Египта своих проблем по горлу. На каждом шагу засада, из дома выйти боимся, смерть приближается, дни сочтены нашей, вот она, наша смерть. Гнались за нами враги быстрее орлов в небе, преследовали по горам, в пустыне подстерегали. Господень помазанник дыхания наше в ловушку их пойман. Это имеется в виду царь Седыке, который был схвачен и уведен в плен ослепленным. А мы о нем говорили, под его защитой устоим средь народов. Вот не вышло у нас. Мы пытались надеяться на своего царя, мы пытались надеяться на египетскую державу, которая пришлет могучее войско. Не на тех надеялись. Теперь поняли. Ликуй, торжествуй, дочь и дома, живущая в стране Уц и Домитяне, соседний народ, и, как всегда, с соседними народами много таких взаимных претензий. То есть, дочь и дома вообще-то рада, что все у иудеи плохо. Страна Уц, кстати, родная страна Иова. Видимо, страна Уц где-то в Идоме располагалась, точно неизвестно. Но и тебя не минует чаша. Опьянеешь ты, срам свой откроешь. Вот опьянеешь это всегда, или почти всегда в Библии указание на состояние позора. Такая вот пьяная девица, которая вообще не соображает уже, в каком она виде предстает перед другими. Дочь Сиона, наказание твое завершится, он положит конец изгнанию. Дочь и дома, за грехи твои он тебя покарает, преступления твои обнажит. А вот здесь уже появляется не просто слабая надежда и мольба, здесь появляется уверенность, что для Иерусалима все вернется. А для Идома-то вот нет. Да, вот плач Иеремии, при том, что настроение одно, тема одна, здесь главы перетекают одна в другую плавно, но есть развитие. Развитие от полного ужаса, от растерянности, от невозможности принять то, что происходит, развитие к тому, что надежда существует, все станет лучше. И в пятой главе Иеремия как бы подведет итог своему плачу. Субтитры создавал DimaTorzok